Алё, алё. Алё, здравствуйте. Ага, здравствуйте. Да, вот по машине вчера встречались на субах, где-то я подъезжал. Ну что, сегодня в шесть подъеду где-то. Нормально, удобно будет? Востокы? Ну что, в шесть где-то. А, нормально, ну. Ага, до свидания. Ну вот, показал я сегодня субаря. Первый раз у меня его смотрели. Сначала посмотрели кузов, тык-тык-тык, крашеный. Ну ладно. Не, ну крашен, в принципе, он нормально. Там сзади чуть побольше слой, спереди чуть поменьше. Начали поднимать на подъемник. Там вот эта защита на редукторах, вся, все в защитах там. И она, как бы, ну вот это не родная же, да, и на ней ржавчина. Ну и, в принципе, на лёд так кое-где не дыры, ничего, в принципе, но на лёд есть. Вот. Видал я и пострашнее. Ниссан и X-Trail, там, с Питера, да, например. Ну, людей, в общем, не устроило. Несмотря на то, что машина практически пониже рынка и по технике даже смотреть не стали. А зря. Вот реально много они потеряли. Реально. Вот чё-чё, Субарь, более 300 тысяч километров пробега, я в нём вообще так уверен. Вот реально. Вот я на нём езжу, я, знаете, даже это. Ну, бывает, ездишь на машине и чувствуется, что, блин, лучше её лишний раз не трогать. Эта же тачка, вообще, просто я, ну, реально в ней уверен. Очень, кажется, надёжной, сбитой такой машиной. Ниссан Ноут чёрный 2010 года, там, в хорошей комплектации, тоже крашеный, тоже, как бы, с вопросами по кузову с небольшими, по технике, ну, не знаю, вроде нормально едет. Ну, по сути, не глядя, меняемся. Но стоит машина, мне практически всю цену за доплату отдаст человек и ещё Ниссан Ноут 2010 года. Практически всю цену без 95 тысяч. То есть Ниссан Ноут за 95 тысяч, получается, мне обойдётся. Конечно, хотелось бы в кэш выйти и взять какую-нибудь мечту с правым рулём, без пробега, без всех вот этих историй. Как они, автотека, автоботы, вот эти все, без вот этого всего. Хотя по автотеке здесь тоже всё чётко. Ничего не смотано, ничего не скручено, страховой по страховой не работали с машиной. В общем, так мелкие покраски, какие-то мелкие ремонты. Но вот по факту, вот так, что я глазом вижу, она просто облита вся, с крыши даже. Вот это поворот! Это, конечно, не может смущать многих пользователей интернета, с форумов, со всяких, с чатов. Их многое смущает, этих людей. Но им я пожелаю только удачи в поисках чудесного варианта. За дёшево и чтоб всё было чики-пики. Вали отсюда! Иди, иди отсюда! Ты чё? Ну вот, последний раз. Я думаю, еду сейчас на Субарике. Сколько мы промчались вместе, сколько мы пережили, какие дороги разные и ситуации. Но настало время прощаться. Вот моя новая машина. Nissan Note. С левой стороны чё-то скинула, чё-то с обедом чё-то пишут. Рейлинг даже чё-то пишут. Последний вот этот пехо, в 19-м году чё-то так жёстко. Субарит такие я смотрел, когда искал тоже там. По пять раз отрабатывал. Не, это понятно. Мне словно, что техника, у них как бы эта движка там нормальная. Да, всё чётко вообще. Заводится нормально. У них же четвёртый тоже болячка у них? Или у них уже и до болячки нету, что-то бряк они? Не знаю, ну не на холодную никак, бряк они нету. Буквально месяц назад был запрет. 500 рублей штраф. Там, короче, у них штрафы были. Они заплатили, а один забыли оплатить. И она в запрет падала. Ну, там как-то, когда запрет появился, штрафы уже было платено. Буквально вот на три дня она там в запрете повисела. Вы же сами-то пробивали, да? Ну, конечно, так же. У меня этот отчёт до сих пор сохранён. Масло, да, по-любому менять надо. Они, получается, я когда брал, они горят 7000 назад. Замена была. Вот. И получается, я трёшку, я уже больше трёшки проехал. Ну, так, судя по тому, что колёса, он как апеллита зимние, как бы не особо экономили. Вообще, два комплекта шло, да? А здесь аккумуляторно как? Здесь аккумуляторно нормальный, кстати. Стоит. Вот так. Всё нормально, ничего не валили на ремне. Нет, 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 я говорю, такого-то она жёсткого, что прямо там, 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 это. Здесь всё видно, что она так и так поджималась. Вот там телевизор маленько поджатый здесь. Нежевидно всё равно, вот здесь маленечко. Вот такого, чтобы что-то там в кашу, там, такого точно нет. Ещё на дне. Вот они крылья, вот здесь подкрашивали. Кверки идут. Кверки идут. Табличка с той стороны, да? Табличка вот она здесь. Ага, ну всё, на месте. Так вот ничего не подвывает, когда разгоняешься. Мозг, мозг, ничего нормально. Торобка там жопу не тянет, ничего нормально. Нет, накат хороший. Я так почитал про них там, озвучил. А у них вот эти лепестки работают, проверяли, нет? Да, да, сегодня проверял. Пробовал, я просто, думаю, что ни разу их не включал. Вот на эту, на М, и всё. А, на М повключил и лепестками. Да, и лепестками можно работать. Ну так масло нормально, от замены до замены реально. А, ну вы же не знаете, где было. Ну, сколько? А, 4 тысячи проехал. Нормально было, да. Лучше пуды. Да. Да-да, получше. Не-не-не, всё, там только в одном месте. А, здесь же вы должны вписаны. Да-да-да. Ага. Ага, здесь. Плоспись прежнего. Здесь можно вписать себя, да, и всё тогда уже. Или что, или... Ну могу я, просто они в ГАИ впечатывают. Ну да, лучше пускать сами сами, наверное. За это госпошина платится, за изменения. Ну, конечно, за изменения этих документов. Так, вот диагностическая карта. Ладно, я смотрел, она там ещё до 05-го. Сейчас пишем договор от меня. Тут у меня несколько бланков, какой лучше тут взять. Есть вот такой. Здесь вот бренд ГОТТА стоит. А у неё номер кузова где идёт? Там где-то под капотом тоже, да? Там табличка всё стоит. Да, табличка у неё где-то сбоку. А, сбоку здесь она стоит. Да, ладно. Машина хорошая, как бы без сюрпризов. Единственное, по АКУМу было, что один раз она во дворе у меня стояла долго. Причём не сильно холодно было, но АКУМ просаживается, я прикурил. И вот с этого автосалона они эту густерку включали. А если так каждый день ездить, то нормально. Ну, то есть присмотреться точно нормально будет. Если что, какие-то там вопросы будут, то я на связи. Можете там в WhatsApp звонить. В общем, поменялись мы с человеком. Он продавал в Ниссана своего уже 535. Я Субаря за 1100, то есть настольник я поднимал до этого. Разница перетекла ко мне в карман. Думаю, что делать дальше. Ниссана, думаю, продавать буду подешевле, ну, за 500 где-то. Если с него скинуть 35 тысяч, это будет заметно, как бы ускорит продажу. Если же Субаря скинуть 35 тысяч, ничего не изменится. А как вы видите, на сотку он дешевле стоял вообще нафиг никому не нужен. Я вообще в шоке, если честно. Но даже выставлять мне Ниссана не пришлось. У нас такой маленький междусобочек получился даже без объявления. У меня еще один обмен появился на Хонду Фит 2003 года. Синенькая. Так, тоже по технике нормальная. Там сигналка, все дела. Но, к сожалению, по кузову там вообще мясо. Чтобы было у вас понимание примерно, вот смотрите. Состояние, некоторые моменты. Эту тачку оценивали примерно в 300 тысяч. Я посмотрел рынок от 250 до 350. Думаю, нормально. Сразу же после выставления объявления, просто, я не знаю, за 2 часа позвонила человек, наверное, 50. И приехала, ну, успела приехать человек 10. Перекупщики в основном, они либо хотели машину в идеальном состоянии за эти деньги купить, либо, когда видели все это состояние, они пытались как-то разбомбить по цене конкретно. Но Тору было всего 5 тысяч. И первые же люди, которые сами обычные покупатели. Ну, там, кстати, один парень, я так понял, СТОшник был, который щуп прям руками это все проверял. То есть даже без салфеток. Ну, и второй, соответственно, новый счастливый хозяин. Машина продалась реально за 3 часа. Это просто ажиотаж такой, я вообще в шоке. Вроде, не знаю, по ноуту, вот ему за 535, но, я так понял, ему не сильно бомбили. Машина намного старее, машина намного страшнее. 300 тысяч, Honda Fit. Третий год, просто она в драку, вот реально. Уже собрались там какие-то форумчане, клубчане, фифитоводы, которые хотели шатать по цене, там что-то стояли. Уже 3 при них посмотрели человека, 3 перекупщика, да. Уже эти обычные покупатели приехали, они все стоят, что-то мнутся. Короче, там вообще такие игры были. Я, блин, я не ожидал, если честно, я даже нафиг не заснял ничего там. В общем, по итогу, после всех этих перетрубаций, продаж, обменов субаря, я снял практически 4 кола. Это просто, я не знаю, наверное, я таких статистик сильных не веду, там экселерских каких-то табличек. Ну, наверное, это мой рекорд. Но есть одно важное условие, что это спонтанно, это вообще на удачу, на тоненького все было. Мы с сыном, когда поехали, реально мы в шаге были от того, чтобы просто уже, либо я уже по сотке смотрел, там какой-то дрын взять любой, просто про путешествие устроить, либо я уже посмотрел билеты на самолет, и они, кстати, недорогие были, там по 3500, по-моему, из Москвы. Ну, то есть вообще, то есть это такая на удачу вообще вариант, вот этот с леворульными вот этими вариантами. Это просто на удачу. С правым журлем же вариант с Дальнего Востока, без пробеговой тачки, это более стабильно. Приезжаешь, тебя встречают, забираешь, уезжаешь. Конечно, убивает расстояние туда, либо цена на билет на самолет, либо убивает расстояние на поезде 4-4,5 дня. Обратно тебя убивает расстояние, просто это 5 дней ты шагаешь. Даже вот простой пример, резину колеса на инвагоне летом я купил, ну, такая, на докат, типа, или как ее там обычно называют. Обычно с такой резиной проблем не было. А тут просто, пока я ехал, там уже и корт, уже и нитки, и тряпки, и что после этого, и уже просто ты едешь, и у тебя колеса сдуваются, потому что отверстие образовывается в этих местах износа. Ну, просто это расстояние, оно точит вообще не только шины, но и человеческие судьбы, человеческих людей. А так как я участвовал не один в этой всей истории, мне помогал мой сын, и он максимально все прочувствовал на себе. Мы летели на самолете, мы гуляли по Москве, мы искали, мы гуляли, мы опять искали, мы сидели уже сутками напролет в телефоне, ну, как я сидел, а бедный сын мучился рядом со мной. Потом мы ехали на поезде, не найдя ничего в Москве, потом мы ехали на Блаблакаре, потом мы перегоняли, потом попутчика везли. В общем, все, вот 100%, как я вообще провел несколько лет своей жизни, ну, наверное, лет 10, все, Демка ощутил. Страданул, получается, а что? Получается, прибыль делим. Прибыль делим. Хабарик, значит, улетает молодому поколению. Получите, потом дайте мне. А, потеряешь? Да, 100%. Расскажи, как потратишь? 500 рублей себе на кочелек, а все остальное я телефон сделаю. Ого, ты уже хочешь купить что-то на продажу? Да. Телефоны, айфоны? Ну, может, айфоны, но если не хватит, то на айфоны будут. Блин, хорошая идея. Кстати, может быть, кто-то подскажет, что можно участвовать по авитоменству, по такому авитодвижухе, в сравнителе небольшие деньги, чем можно заниматься. Но это нужно изучать, это не просто так, что тебе нужно, ты уже изучил рынок? Тебе нужно в авито сидеть неделю-две, чтобы вот это все понять, что покупать, что не покупать. Хорошие варианты уходят очень быстро, за час, за два. Ну, как машины так же, ты же видел, как машины уходят? Только звонишь, только что-нибудь нормальное появилось, уже все, или уже занято, или уже разговаривают, или уже договариваются, или еще что-нибудь. Вот с горячими пирожками, это так со всеми, и с телефонами, и со всем подряд, вот с любой вещью. То есть нужно на кнопке постоянно быть когда-то в поиске. А про Папа-Банк что, передумал? Не думал про Папа-Банк? У нас просто работает такая система, я открыл свой личный банк, разрешенная на территории РФ организация. Папа-Банк работает очень просто. 10% в месяц, то есть 120% в годовых. Мне кажется, вообще отличные условия, но единственное условие, нужно быть моим сыном. Все-таки еще поделывают документы. Младший сын уже пользуется этой системой очень успешно. Три косаря у него на руках. У него уже достаточно серьезная сумма на счету в Папа-Банке, и пока он в детском садике кушает запеканку, его деньги делают автоматически другие деньги. Мне кажется, идеальная система. Но это, конечно, если перепродавать что-то на Авито, можно больше заработать, чем 120% в годовых. Но тут надо шевелиться. Ну, вот такая вот, ребята, история получилась с Subaru Outback. Она закончилась. Всем спасибо, кто наблюдал. Как всегда, оставляйте свои мнения. Как всегда, ставьте лайки. Не забывайте подписаться на канал. Я вижу всех, кто смотрит без подписки и запоминаю вас. А скоро на канале будут новые автомобильные истории. Так что ждите. Все. До новых встреч. Всем большой удачи, здоровья и пока. Субтитры подогнал «Симон»